742 место в региональной очереди, 22 в муниципальной. Жительница небольшого частного дома в Донском в ближайшие годы рискует не переехать из ветхого жилья. Мать семерых детей рассказала губернатору, что ее сын достиг совершеннолетия и первоочередное право на улучшение жилищных условий семья потеряла. Семеро детей и вот я боюсь, не дай бог, вот эта крыша рухнет и мне совсем жить негде. Я, как бы сказать, ну подавала на очередь, да, мне первоочередное право должно быть. Я вашу проблему понял, я с ней буду разбираться в ручном режиме, а буду даю поручение, значит, сделать какие-то первичные шаги, посмотреть там по кролю, чтобы там, пока мы будем этот вопрос решать, чтобы там действительно крыша не рухнула на голову. В этом году по региональной программе выделено порядка 160 миллионов рублей. На эти средства более 70 многодетных семей получат новое жилье. Жительница Донского в этом списке не числится. Губернатор отметил, что ситуация серьезная и пообещал найти способ переселить семью. Привлечение дополнительных средств потребуется и чтобы решить проблему в Кимовске. Там по постановлению прокуратуры закрыли детско-юношескую спортивную школу. Также посредством видеосвязи жительница рассказала, что в районе не осталось места для занятий легкой атлетикой. Без этого манежа нам просто невозможно будет заниматься этим видом спорта. Сейчас ведется определенная работа по выявлению тех дефектов, они уже понятны. Губернатор пообещал посетить спортивный объект в ходе ближайшего выезда в Кимовск для принятия окончательного решения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...